Внешнеполитическое ведомство Отсутствует наличие каких-либо этических норм И отсутствует каких-либо навыков нормальной дипломатической работы И нежелание выполнять международные правовые нормы Когда речь идет об установлении фактов Да что ты, черт побери, такое несешь Сам Навальный удивляется тому, насколько топорно работают сотрудники ФСБ И объясняет это тотальной деградацией государственных структур во времена Путина Теперь, конечно, можно удивляться еще и топорной российской официальной реакции Дебилы и далее по тексту Но на самом деле никакой особой деградации нет В советское время сотрудники КГБ тоже не затрудняли себя какими-то особыми продуманными действиями Не пытались замести следы и совершали одну очевидную глупость за другой А уж по сравнению с тем, как советские официальные лица реагировали На доказанные обвинения Запада в тех или иных преступлениях режима Лавров просто выпускница Смольного института Ведь советские чекисты, напомню Никогда никого не убивали, не травили, не пытали А просто больше всего на свете любили стариков и детей Разумеется, платонически А почему? А потому что были уверены в своей безнаказанности Никакие международные законы были им не указ Никакие правила поведения в цивилизованном мире тоже Главное было не попасться И в этом случае, чем больше крови на руках Чем больше подлости Чем в большей степени ты лишаешься человеческого облика Тем больше орденов, должностей, спецраспределителей и прочих номенклатурных благ Если, разумеется, ты сам не попадешь под каток Но это же не за то, что ты убивала Просто потому, что тебя решили убить другие Впрочем, в послесталинские времена и это перестало быть опасностью Началась эпоха полной, тотальной вседозволенности То, как топорно, особо даже и не скрываясь, работали отравители Скрипаля А теперь и отравители Навального То, как нагло реагирует на обвинения Кремля Как раз доказательство того, что эпоха безнаказанности торжествует и продолжается Сотрудники спецслужбы не отдыхают во Франции и не ездят на экскурсии в Англию Разве что на шпили посмотреть Они знают, что Родина защитит их от любых обвинений Более того, еще и наградит в случае разоблачения Как это произошло с командированным в Думу отравителем Литвиненко Андреем Луговым Может быть, в его судьбе что-то изменилось после процесса в Великобритании Если и изменилось, то в лучшую сторону А это, кстати, не только России касается Каждый, кто не побоится участвовать в преступлениях против собственного народа или отдельных граждан Которые не нравятся Кремлю или его марионеткам в дружественных странах Может рассчитывать на убежище Так было в Советском Союзе, укрывавшем террористов и бандитов со всего мира Так и в современной России, где с радостью берут на службу палачей Майдана Или донецких головорезов, уничтожавших своих соотечественников за кремлевские серебряники Укрывают коррумпированных политиков из соседних стран Словом, убеждают, что бояться нечего Скольких бы ты не убил, сколько бы не украл Дача на Рублевке или хорошая должность в полиции тебе обеспечены Это и есть суть режима, установленного после переворота 1917 года И успешно реставрированного Путиным на руинах ельцинских демократических декораций Так что ничего не деградировало, господин Навальный Нечему там деградировать Вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае А если это правильно, ну тогда это любопытно Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Да, безусловно, сначала эту позицию пытался сформулировать МИД Не очень удачно Лавров сказал, что он посмеялся над этим расследованием Потом след за Лавровым еще ряд дипломатов Высказались в том же духе Но ведь у Кремля более четко сформулированный ответ Тем более, что все равно вопрос бы поступил Избежать его было невозможно Но Путин не пошел дальше общей оценки Он не интересовался деталями Возможно, сам даже не интересовался этими деталями И высказался так, как, возможно, хотели бы услышать Слова из его уст Зрители телевидения, центрального телевидения Государственных телеканалов Для них этого достаточно Они не будут читать И смотреть такого рода расследования Неубедительно, безусловно Но вы же умные люди Почему вы считаете, что мы придурки? На самом деле, сегодняшнее высказывание Путина очень ценно Он фактически подтвердил все обстоятельства Изложенные в международном расследовании Во-первых, он подтвердил слежку в Навальном Ничего не сказав о ее законности Во-вторых, он назвал в целом опубликованные материалы Результатами работы американских спецслужб Но ничего не сказал о том, что эти результаты недостоверны Что на самом деле таких событий не происходило И более того, он очень откровенно сказал Да, мы знаем, что они следят за передвижениями наших сотрудников И содержанием их разговоров То есть вообще высказывание Путина Это фактически полное признание достоверности расследования И при этом по своему обыкновению По своей привычке Путин произнес абсолютно циничную фразу Что если бы хотели отравить, довели бы до конца Вообще на самом деле фраза очень многослойная То есть если бы хотели отравить, довели бы до конца То есть он признает, что отравили Но вот типа не хотели довести до смерти Послали такую черную метку Алексею Навальному Все, что сегодня сказал Путин В связи с покушением на убийство Алексея Навального Это полностью саморазоблачающее высказывание Я понимаю, почему господин Песков В течение нескольких дней перед пресс-конференцией Ничего не комментировал Уровень, масштаб информации Вышедший в свет в международном расследовании Был таков, что отвечать на это Не является уровнем пресс-секретаря президента Это уровень президента и ничей больше Вот Путин ответил Теперь можно комментировать Путина Песков может теперь всем журналистам сказать Что президент высказался Идите за этой информацией Что вы хотите от меня услышать еще Президент все сказал На самом деле это вот ценные признания Владимира Путина Я бы так обозначил то, что произошло Лев, вы написали это обращение к Быстрыкину Чего ждете? Во-первых, я жду официального ответа Не только я, Артур Гайдук Мой коллега по Псковскому областному собранию От Яблока, врач скорой помощи Мы ждем процессуального ответа От Следственного комитета Они обязаны в порядке части 2-й 144-й статьи Уголовно-процессуального кодекса Проводить проверки И при наличии фактов, подтверждающих Совершение преступления Возбуждать уголовные дела То есть публикация в СМИ Является процессуальным основанием для проверки Я хочу получить позицию У Следственного комитета И мои коллеги в других законодательных собраниях Хотят получить эту позицию У Следственного комитета Читает ли пресса? Исполняет ли Уголовно-процессуальный кодекс? Готов ли он провести проверку Вот этих замечательных 8 лиц Где под своими именами Где под кличками Где еще каким-то образом Участвовавших в покушении На убийство Алексея Навального То есть я жду официальной процессуальной реакции Мы ее опубликуем Эту реакцию и прокомментируем Я предполагаю, что реакция будет такова Состава преступления нет Дело возбуждено не будет Ирина, мы не знаем Что напишет Следственный комитет Вот мы этого не знаем На этот момент я считаю Что обязанностью людей Представляющих граждан И в какой-то части являющихся Вот такими Шестеренками Хотя по отношению к себе Это звучит смешно Но тем не менее Шестеренками российского государства Мы обязаны заставлять государство Работать в интересах граждан Я с большой печалью вижу Что из 450 депутатов Государственной Думы Ни один депутат Не направил обращение Ни в Следственный комитет Ни в ФСБ Не предложил провести парламентский час В Государственной Думе Вызвать представителей силовых структур Спецслужб И задать им вопросы То есть такие вопросы даже не звучат Но мы депутаты законодательных собраний Мы тоже представляем государственную власть Да, региональную В Псковской области В Санкт-Петербурге В Республике Карелия В Москве Но мы представляем государство Преступление против Навального Не имеет территориальности Это террористический акт Это акт устрашения людей Самая большая опасность террористических актов Не только в смертельной угрозе людям А когда совершаются террористические акты В отношении политиков Это всегда адресное Четкое адресное действие Направленное на убийство человека Но у террористического акта Всегда есть главный эффект Этот эффект страх Устрашения Но если с Навальным можно так То что можно сделать с рядовым человеком Который будет критиковать власть Того же Путина Но будучи рядовым Незащищенным публичностью Не имеющим никаких Юридических ресурсов для защиты Я уверен, что одна из главных Ставок покушения на Навального Была ставка на страх в обществе И на это нужно реагировать Всем, кто в состоянии реагировать Нужно показывать, что мы не боимся Что мы требуем у государства ответа Вот по преступлениям, совершенным Сотрудниками Федеральной службы безопасности Уголовные дела должен возбуждать Следственный комитет Это их обязанность Процессуальная обязанность Мы напоминаем об этом Следственному комитету Работайте, товарищ Бастрокин Ну это Вы просто знаете, что Вы такие Изобретательные люди Там такие молодцы Вам скучно жить, видимо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому